Значит, во-первых, мы являемся обладателями патентов на полезную модель аквариум цельностеклянный. Далее мы единственные в России выпускающие аквариумы по техническому пловию. То есть это наши технологии, как бы это все зарегистрировано в соответствующих учреждениях. То бишь мы клеим аквариумы не абы-кабы, а по соответствующей технологии, по соответствующим техническим характеристикам. То есть если по нашим расчетам толщина аквариума шестерка, то у нас это шестерка. И говорить о том, что это будет слабо или еще что-то, ну как бы не имеет под собой оснований, потому что с нашим опытом занятия аквариумами мы уже перепробовали кучу всяких вариантов. Допустим, вот для заказчиков мы делаем аквариум из шестерки до двухсот литров. Но у нас есть экспериментальный образец, да, которому уже лет десять, наверное. Мы его уже там латали из-за неудачной транспортировки. Тем не менее, он вот лет десять уже верой и правдой служит, аквариум на двести шестерк литров. И до сих пор стоит на каких-то роликах, да, то есть видно, этот аквариум проскакивает. Далее, значит, ну, наши аквариумы имеют литр про. Это говорит о том, что вы можете аквариум, ну, как сказать, комплект аквариума собрать по своему усмотрению. То есть мы являемся производителями, поэтому лучше, чем производители, на ваши пожелания никто не сможет ответить. Ну, вот в комплект, допустим, да, профессионального аквариума, значит, входит декоративная рамка для закрытия, скажем так, подстиловавшего материала под аквариумом. Да, то есть если рамки нет, аквариум надо ставить на что-то там, на мягкое, да, то есть на туристический коврик, или там на потолочную плитку, или просто там на сантиметровый пенопласт, да. Ну, то есть у кого какой материал есть по-другому. Или там на этот пенополиэтилен, сейчас идет еще там изоляционный, то при взгляде спереди, то есть вы будете видеть, что полоска под аквариумом какого-то другого материала, и это, конечно, смотрится не совсем эстетично. Так вот, делается декоративная нижняя рамка для того, чтобы спрятать этот элемент необходимый, как подкладка. Далее, значит, наши аквариумы оборудуются обортовками, и, то есть по вашему желанию, оснащаются, ну, то есть если это профессиональный комплект, то однозначно туда входят укрылые стекла, которые сверху накрывают полностью аквариум. Во-первых, как бы укрылые стекла препятствуют выпрыгиванию рыб, при плескании рыб выплескиванию воды за края аквариума, да, вот, то есть если аквариум стоит на мебельной тумбочке, то лишняя вода под аквариумом, оттуда вы не сможете подлезть рукой, да, вот, то есть уже будет и есть страховка от этого момента. Далее, значит, какая бы подсветка ни была герметичная, уже проверено, то есть равно год, полтора, два, вот эта влажная среда, агрессивная, да, то есть это живая вода, грубо говоря, да, с бактериями, очень хорошей температуре. При таких слагаемых, то есть любой материал начинает окисляться, да, и какие бы там светильники ни гарантировалось, что они там влагонепролицаемые и так далее, но на моей истории врать не буду. То есть таких светильников, проживших больше двух лет, точно не было. Все равно таким или иным образом вода добирается до электрических элементов, если она не отделена от подсветки укрытанными стеклами, и все равно делает свое дело. Это одна сторона. Вторая сторона, да, даже если, предположим, вода никуда не добралась, то есть внутренность вашей подсветки, вот те, кто держали подсветки, они меня поймут, да, то есть когда вы поднимаете подсветку, то снизу подсветки, хорошая, наросшая слизь такая смачная, да. Вот мне, например, в такую подсветку лезть неприятно, честно. Вот это какое-то отхожее место напоминает. А при наличии укрытанных стекол, то есть у нашей подсветки всегда сухо, всегда беленько, всегда красиво и аккуратно. Если еще пыль периодически протирать, то она будет такой белоснежной до скончания времени. Ну и плюс, то есть возможность у нашей подсветки размещать какие-то дополнительные электрические приборы, да, то есть если вам нужен, допустим, в декорациях компресса, вы можете спокойно поставить его под подсветку на укрытые стекла, и то есть эстетически это не будет портить вид аквариума, и в то же время, то есть будет выполнять необходимые характеристики. Далее свет можно подключать к пультом дистанционного управления, да, то есть вы можете с лентяйки, как телевизор, переключать режимное освещение, которое вам нужно, это особенно удобно для каких-то общественных таких мест. где баров, например, да, где аквариум стоит далеко от бармена, но бармен, находясь на своем месте, может дистанционным управлением переключить освещение, сделать его каким-то декоративным. Также можно означать таймерами времени, да, чтобы свет включался и выключался в определенное время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok